Новая асфальтированная дорожка, лавки и урны. В самом большом парке Барнаула юбилейном позитивные и долгожданные перемены. С конца 90-х парк был фактически в заброшенном состоянии. Гулять и даже просто проходить здесь было опасно. Зато сегодня гуляющих немало. Реновация зеленой территории стала возможна благодаря федеральному проекту. Правда, восстановить парк, это больше 50 гектаров, за год практически нереально. Работу распланировали на 4 года. В ходе первого этапа благоустроили главную аллею. Горожане итоги уже оценили. Когда забросили, много разных пугающих историй. А вот недавно я приходила сюда днем, и здесь прямо очень много народу было. Я подумала, что было какое-то мероприятие даже. Сейчас люди сюда очень много ездят, центров ездят, гуляют. На выходных тут ужас, что происходит. Суббота, воскресенье здесь все забито. Есть изменения и для местных обитателей. Вот, например, у белок вместо старых разрушенных кормушек появился новый дом. Так местные жители, два молодых человека, сами предложили поставить новую кормушку. Это оказалось не просто кормушкой, а целый дворец. И буквально за пару дней она наполнилась таким количеством еды, что, мне кажется, белкам за всю зиму не растащить. И пока в юбилей нам снова расцветает жизнь, хозяина территории все еще не определили. Пока что за порядком здесь следят общественники. Некоторые обязательства взяла на себя городская власть. Но многое еще зависит от самих горожан, ради которых здесь все это и делается. Наглядно. Видимо, другой урны для этого мусора здесь не нашлось. По старой привычке заезжают в парк и автомобилисты прямо на прогулочную часть. Хотя специально для них на въезде установили запрещающие знаки. Мы, как общественники, проводим иногда рейды, фотографируем этих водителей. Чтобы наладить схему взаимодействия с ГИБДД, то есть отправить обращение и уже посмотреть, как к ним будет применяться со стороны закона наказания. А вместе с тем, говорят общественники, работ в парке еще немало. Так к концу месяца должно появиться освещение. На следующих этапах, а это уже в будущем году, разграничат движение пешеходов и велосипедистов. Будут разработаны спортивные маршруты, пешеходные и веломаршруты, которые не будут пересекаться друг с другом. То есть и велосипедисты отдельно будут, и спортсмены, и пешеходы также отдельно. Важный пункт благоустройства парка – наличие уличных туалетов. В проекте они обозначены. А еще площадки для выгула собак, арт-объекты и смотровая вышка. И это уже на следующих этапах реконструкции юбилейного. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, Дмитрий Денисов.